Привет всем, привет всем! Сегодня у нас ураган появился, вдруг сильный дождь, здесь монтерей подали и практически все в рак, если честно. Из-за этого правительства нам сказали, что выйти из дома не допускаться, что работы и школы в текущие три дня не будет у нас. И это один из больнейших причин того, что я буду делать реакцию на этот фильм, который вы недавно мне порекомендовали, который называется «Вами не зналось», который на испанском означает «Устыдно соняло». Фильм с 80-х, когда, если не ошибаюсь на безличность глав, давайте начнем, надеюсь, что это вам понравится. И не забудьте, что я прочитаю ваши комментарии, каждый из ваших мнений для меня очень-очень важно. По поводу звука, надеюсь, все в порядке. Это романтический фильм, правда? Так и звучит. Звучит хорошо. Звучит хорошо. песни ты и погляди ты и погляди хочу плакать лишь что-нибудь после меня полночь забвение на позднее окраине жизни твоей я могу просто делать ракцию на эту песню и все это прекрасно неизвестного образа будто случайно это не сон это не сон это вся правда моя это истина смерть побеждающий вечный закон это любовь моя это любовь моя это чайник просто поэтическая тетрадь в 9 часов 15 минут 15 сеанс термической на сегодня хватит это утилка правда он утреннюю гимнастику 1 2 1 2 повернулись 1 2 сколько не висят 2 килограмма или что 1 2 а 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 и а и а Я не хочу. Я здесь доеду. Ну, слушай, ничья. Полдороги по-твоему, полдороги по-моему. Ну, давай, твоей. Дядя Володя, снимайте меня. Так. Полетели, полетели, полетели. На этом переезде хозяйка, теряем время. А у нас еще три ходки. Ну, хорошо, я... Я заплачу. Ну, что предлагаешь, шеф? Разгружаться прямо тут? Я не умею с ними разговаривать уже. В таких случаях зови меня. В доме появился мужчина. Ха-ха-ха. В каком классе такая шустрая? В девятый пойдет. На свои годы не выросла. Моя тоже в девятом. 52-й размер форму купили. Представляете? Куда их несет? В размер. Дядя Володя, а вы побритесь. Не люблю бородатых. А нашей маме нравится. Да. Так все, смелись, Каська. Молодожены, что ли? Ха-ха-ха. Так точно. Ой, умру. Молодые жены. Пороть тебя буду. По субботам, после бани. Нет. 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 санская история санская примчался сразу после дежурства не спал что тебе собственно надо смотри уйдет время безвозвратно как у меня мам я тебя очень прошу между прочим танечка приезжает один знаменитый театр знаю я бы на твоем месте не ходила твой актерский зигзаг после университета мне не понять у тебя слишком аналитический ум правда миша да слишком хорошо какая женщина почему вы не летаете самолетом я люблю видеть поезд и мечтает от серьезно а почему нам зимой все вместе куда-нибудь не поехать втроем маме прошу тебе мы поссоримся здесь мексик и поездов много нет практически мне нравится ездить поездом вообще почему не знаю нет он может стать элка тебя не узнать скажи сразу лучше я стала или хуже конечно лучше честно сама знаю пять килограммов сбросила влезая в сорок четвертый я тебе писала у нас потрясающе вицейская такая экспрессия все в темпе в прыжке ты бы чудно смотрел стреку слушай а почему не идем элла ты меня извини пожалуйста я здесь маму провожаю ой как вы похожи а я как раз говорила тане как ее не хватает у нас театре ну подумаешь первые неудачи у кого их нет я считаю что таня поступила правильно что школа нынче ужас у детей ничего святого учителя как на подбор недоумки заходите в вагон ну ладно прощайте счастливой дороге жду тебя завтра на вицейской обязательно до свидания мамочка танечка я скажу а ты стерпи есть природа есть ее не полагается обманывать она за это мстит помни об этом ради мальчика и девочек ну хоть от первого встречного хорошо сейчас же пойду искать встречного понял я понял представить себя существует этого фирма не могу вообще это про войну про чего господи что за человек домой я поеду 1 не возражаясь он изверски устал ой даже не верится а воздух то какое ой какое счастье что мы теперь от всех далеко далеко люся 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 люсенька люся тебе тяжело давай помогать господи кости а отдай отдай сейчас а я живу тут недалеко я отнесу вещи не надо ради бога мы сами я смысл ну что очень приятно здравствуйте соседями будем а вот и вера и ромка ну ну все таки я могу помочь Костя люди и вас у ок ну мы вот куда Ну ты молодец Прыгал как мастер спорта Ну а ты что? Когда он дома, у него радикулит А когда она на дороге, так он здоровый Козел Ну что ты, Вера, перестань Бюллетень ты не забыл? Я не виделся с ней 15 лет Ты считал? Считал, да? Ну просто помню Нет, надо менять квартиру Окей Это надо же, соседи Сто лет мечтала А кто это был, мам? То, кто Поклонник юности Я с ним когда-то целовалась Вспомнить противно Первая любовь называется Ну хоть квартиру меняй Рехнулась, женщина Да этот дохляк у меня будет лететь отсюда, как бабочка Будет приходить, приставать, конючить Он такой, иначе не может Придется побить Верно, Катька Придется У нас такое дело Фу-ка Лучная квартира В России, что ли? Как ты смотришь? Давай мне закажем костюм в ателье Пожалуйста Чего, говорят, шить уже научились Да? Пятнадцать летом угодились костюмы из магазина Насил ведь Мам, ну пусть пошьет А можно и не шить Раз, такие выводы Мам, ну что ты расстроилась, а? Это из-за нее Ты заметил? С тех пор он больше не болеет Ну это ведь хорошо Ужин не ждите Идем на Висайскую Родители Я вас люблю Не ссорьтесь Я Хочешь тебе верстанье сошьем? Я ждал тебя весь вечер Потом сообразил Ты была в театре С ребятами Ненормальный Могла бы попросить меня Только хорошенько Я, конечно, поломался бы, но Потом все-таки пошел бы с тобой И ломался бы весь вечер Зевал, кашлял, кряхтел Тань, мне неуютно, когда ты Хочешь, чтобы я был Чеховым в натуре У тебя Завышенные мерки в жизни Измени угол в своем циркуле Все пристроится Вообще, это татавизм Следовать велению из сердца Я знаю все, что ты дальше скажешь Я прихожу к тебе после работы Усталой, выпотрошенной Правильно, любовь моя Такова реальность Как врач я Развоста выше Чехова А вот в остальном Избавь меня от этого сравнения Спектакль был ужасный Дети мои вели себя скверно Светлые чувства любви А они в хохот А урок я завтра все равно начну с этого спектакля Я им скажу Вы смеялись, мне тоже было смешно Но мы с вами Входим в мир литературы Которая вся говорит о любви Вся И Пушкин И Толстой И Тургенев Но классики писали не только о любви А иногда и о хлебе насущном Что для жизни важнее Ты хочешь, чтобы все были такими, как ты А почему бы и нет? Здоровое, незакомплексованное общество Я же единственный предметник, который касается души И мне от этого никуда не деться Или душа это тоже комплекс Я вот не строю мосты, потому что не знаю как Как же ты можешь учить любви Когда сама бежишь от нее как Заяц от погони Согласен Все лижетесь? Как маленькие Ну иди Ты смеешься надо мной А сама влюбишься в 16 лет Значит скоро И это будет ерундой, как у меня Костя Потом твой пап И наконец вдруг пришло настоящее Когда я его совсем не ждала Ну не у всех же так Конечно Ну ведь у тебя, как у меня, две макушки Ты красивая, мама Никогда не состаришься Посмотрим Я ведь отчаянная Ой, подумаешь, кодек родить ребенка Второго Как я рада, что ты у меня не такая дилда, как все они теперь Ты у меня девочка на все времена Снова птица в стае собирается Ой, ты птичка моя, мать До конца учебного года осталось ровно 273 дня А не слишком много? Ну как? Раз О, новенькая Ребят, по-моему, она не нравится А почему ты такая маленькая? Никудышный пошел народ Мелкий Зато симпатичный А это Пушкин? Да, как и боссовый Классики всегда так Не поддаются выравниванию Не возражаешь? Они практически очень старые Она просто Кажется Несовершеннолетная Вообще И они просто Нервная ткань формы Каково? Да Пластическое страдание Бьющее, но отмажь, символика Слышите? Да Современное искусство любви Это такая брехня Точно Что если оно останется? Хоть на пять лет? Я знаю, что это Ну, через точно самую музыку Мне кажется, читаем Наши Писатели Просто Читами нам кажется Очень странным Несовременно Я сидел себе в курении Ты что? Здравствуйте Как у вас красиво сегодня Спасибо Садитесь Алена, тебе очень идут косы Алена, тебе очень идут косы Катя Шевченко Садись, пожалуйста А мы уже в курсе Татьяна Николаевна Ну что ж Все красивы Все здоровы Можно и урок начинать Ух ты Ура 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 Оно такое А там, где Шереметьевский дворец И Останкинская башня Нет, правда Ну не приснилось же ты мне Идея После уроков Экскурсия в универсант На втором этаже Слева от входа Расположены секции Женской и мужской одежды Секции торгового зала К вашим уголкам Секции по продаже Просумерных, фактических И галантерейных товаров Дочки Сколько им лет Я просто не знаю Она Не, не знаю Может быть Двенадцать лет Неволее Я думаю Более девяносто лет Мне невозможно А им, мне кажется Шестнадцать Не знаю Моя персепция Реальности Вообще Неправильно Мне кажется Это Спасибо. Упас. Упал. Упал. Упас. Поражаем соболезнования. Господи, с чем? Ну, как это с чем с началом учебного года? Какие планы на вечер? Соболезнование? Приходи. Энтузиазма ноль. Ну, приходи. Ну, не приходи. Мисс, вы деревяшка. Шкрабина. Ну, что, поговорили? Я скотина. Я вас утешу. Если даже так, то очень симпатичная. Лавлю вас на слове. Если я такой симпатичный, может, это обедаете со мной? Одиноким? С удовольствием. Ну, только халат сниму. Да смеешься, говорю. Ну-ка, стой! Стой, 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 стой! Я живо! Статьяна Николаевна! Статьяна Николаевна! Статьяна Николаевна, что он ко мне приставил? Иди сразу оттенок! А-а-а! Как маленький. Ребята, хорошо здесь, правда? Как красиво! Да! Такая травка. Травка-муравка. Понял? Театр до нас не дошёл. Зелёные листики тоже. Чем же вас развлечь, детки? Давай, увлекающим. Окей, я просто внимательно смотрю, извиняюсь, если ничего не говорю. Только надо всё же это чиниться. Слава тебе, железяка могучий! Слава! Все как один сдадим в утиль железные кровати. Клянёмся! Клянёмся! Слава Мартенам и Домнам! Слава! Слава прогрессу! Слава нежалейке ножу и вилке! Слава прогрессу! Скажем спасибо чугунному другу! Спасибо! Спасибо! Окей, весь комментарий. О, нет! Почему? Слишком много рекламных. Просто... Всем, спасибо! Kay Йиланд Аού Слава Бубкий У неё своя жизнь. Какая? Я обалдею, когда думаю об этом. А ты? А я нет. Малюсенькие букашки не умещаются в моей голове. Ну и зря. Виноват. С сегодняшнего дня я люблю их, как родных. Малюсенькие букашки. Алё, да ты что? А как мы их назовём? Сеня. И Веня. Что? Роман. Катя. Очень приятно. Убедительная просьба. Не продавайтесь. Продадут. Нет. Мы им сейчас отметина поставим. Давай сюда. Раз крестик. Два крестика. Ты за мной ходишь. Почему? Ты маленькая. Вдруг обидят? Дам сдачи. А когда ты обратил на меня внимание? Когда мы молились фонарному столбу. Все на коленях в шутку. А ты по-настоящему. Ну да. Я тоже в шутку. На коленях. Ну а потом... Ну а потом ты с умным видом говорила всякие глупости. Это дискайл был, правда? Расуждал о родных букашках. Хвасталась эрудицией. Прэта говорит этот фильм. Да просто так. Ну да. Умничала. Вот поэтому я и решил назвать тебя монголкой. Как? Еще не знаю, что это такое, но... Думаю, это ласкательный. Не знаю. Спасибо. Ой, здравствуйте. Извините, ради бога, что я пришла к вам впервые, и то с опозданием. Но вы знаете, я теперь себе не принадлежу. Только принадлежу расписанию кормлений. У меня маленький. Да, я знаю вас, Павлик, и я от всей души поздравляю. Спасибо. До свидания, Татьяна. До свидания, всего доброго. До свидания, всего доброго. И все умники. Значит, договорились с учителям, нешь слова. Пока, до свидания. Что, Роман Лавочкин, случайно не в вашем классе? Да, у меня. Как все-таки тетен мир. Когда-то очень хорошо знала его отца. Что ж ты за мальчик? Очень порядочный мальчик. Ну, порядочность у них семейная черта. А разве вам Катя ничего не рассказывала? Они ведь дружат. Дружат? Да. Как интересно. И как смешно. Смешно. Долго он будет тут висеть? А, я думаю... А про Катю. Людмила Сергеевна родила. И у Кати теперь есть брат. Она родила? Угу. Второго? В таком возрасте? В каком в таком? Значит, Катя ее дочь? Угу. А при чем здесь Катя? То-то я смотрю, ты все, Катя, Катя. А что, лучше в школе нет девочек, что ли? Ну, конечно. Катя самая лучшая девочка на земле. Я знать этого не хочу. И вообще, иди разденься. О чем речь? Ну, ты же все слышал. Чего ты переспрашиваешь? Ну, слышал. А я даже видела ее. Вся такая, фур-фур. Неизвестно только на какие деньги. О ком это вы? О ком надо? А ты кончай с этим Катями. Он просто мальчик. У тебя десятый класс у нас, и вот о чем надо думать. Весь в отца. Что значит, Катя? Что значит, Катя? Она одна. Единственная. Узнаешь? Ну и мода. Это тот Костя. Что прыгал, помнишь? А-а-а. Знаешь, она немного похож. На кого? На сына. Не находишь? Ну, знаешь, надеюсь, что и тебе эта семья не нужна и не интересна. Думаешь? А как тебе наш Танечка? Она мне не понравилась. Почему? Не люблю бывших актрисы старых дев. И потом. Она не шпионит за вами? Мау. Она же такая нравственная. Слишком нравственных. Не люблю тоже. А, мне вообще дверь еще раз. Это просто пиздец. este... А? Все это и deixa? А! А? А? А-а. А-а-а. А-а. А-а-а. Субтитры делал DimaTorzok Сумели его воспитать Ребят, заходите, чаю попьем, а? Спасибо, но мы торопимся Пойдем Нет, я думаю, что это идет на правильнее направление, не хочется Вот ты и старая дева с котенком Ну что, зайдем? Пойдем, погрянемся Че? Пойно, товарищи, спокойно Одну минуточку Это у нас бывает, мы только что после ремонта Знаешь Я вдруг представила себе Война И это наши последние с тобой крохи Тогда я не ем Крохи детям Ты думаешь, я маленькая, трусиха? Ну, подожди, не смейся Мне иногда кажется, я могу вынести все Даже умереть, если нужно Тебе не нужно Для такого случая есть я Я же мужик все-таки Ммм, окей Ты чего? Романтика Ты пошутила Я подумала Ведь это на самом деле Может быть ты Кофе хочешь? Да ты пофильм для взрослых, но Мне нравится это Я страшно, кофе еще хочешь Какие-то никогда не видят Когда уже с ликером? А ведь оказывается, мы бедняки Неправда, мы богатые Люди без денег могут быть очень богатыми Гениально Ведь это сейчас мы с тобой Что это за зверь? Бедник Ну, где-то тоже бедник Мам, я тебе все доложила Это брелок и одновременно зажигалка Я везла его Миша Ты очень внимательна Упустила хорошего парня и по-глупому По-глупому Мам, перестань Я прошу тебя Я увезу тебя отсюда Черт с ней, с этой квартирой и с этой Москвой Ты здесь совершенно одна У тебя нет друзей Ты закопалась в этих дневниках, в тетрадях А ты хороша с собой, она Ой, мама Ой, там ты мне выдашь замуж За аспиранта, лаборанта, симулянта И я рожу тебе внуков И ты будешь водить их в детский сад Перестань Мамочка, милая, это ты перестань Ты, ты Нельзя рассчитывать на то, что твой единственный ребенок будет удачным Нельзя, мама, нельзя И уезжай отсюда Оставь меня в покое, пожалуйста Ты когда последний раз была у врача? Ой, мама У тебя страшная тахикардия Я вызываю доктора Пойдем, никто и не заметит, что мы смылись Ух ты Сколько снега выпало К вечеру опять растай Здравствуйте, Татьяна Николаевна Здравствуйте, не пугайтесь, тут всего три человека Раздевайтесь, ребята Возьмите песочек, да Вы что, ребята, проходитесь там все Проходите, раздевайтесь Да, люди Татьяна Николаевна, у нас кухня там вправо Девочки, девочки, все на кухню быстро Спасибо, спасибо Возьмите Ушла? Татьяна Николаевна, я клюку достала Ничего не надо, девочки, у меня все есть Я болела с комфортом Только вчера мама уехала А кто ваша мама, Татьяна Николаевна? Моя мама, Саша, страшно сказать Доктор медицинских мамок Пошли таки Замри Что это вы вздумали болеть, Татьяна Николаевна? Да еще так долго Ничего, ребят, мы с вами все успеем Вот напишем сочинение И потом я вас легким сердцем провожу на работу Девочки остаются в городе А мы в колхоз, поближе к народу Будем там пилить, стругать Гвозди заколачивать Ребят, а где Роман и Катя? Шли вместе Но вас не должно расстраивать, Татьяна Николаевна С ними случаются такие странности Временами они растворяются вообще В пространстве Ужасно смешно Что? Поехали Благород Смотри, в окне у Тани кто-то маяч Если Алена, то сейчас же привлечет к нам внимание общественность Алена Слепуха ты моя Обиделась А что, я слепуха, слепуха и есть Не обижайся А Тани не видно? Нет Наверное, они ее затоптали Надо бы и нам зайти Надо, не надо, в другой раз Между прочим, на кухне кто-то целуется Не смотри И не думай, я буду смотреть на тебя Буду предупреждать тебя Красный свет или зеленый И ты не попадешь под машину Человек, когда смотрит за двоих Знаешь, какой внимательный и осторожный бывает Только тут одно условие Я всегда должен быть рядом Понимаешь? Всегда О, а вот и Танечка Поздравляю десятый раз с началом трудового семестра Разве ты справедлива, Татьяна Николаевна? А что такое? Элона какая, нарядная А мы? Имею законное право, я в отпуске А мы в трудах Нас даже о дереве У меня не не было Но мы сюда должны идти Тебя пришли провожать Ха-ха-ха Давай, смотри Дааа Здесь провожают Ну ребята Играем свадебку Ох, сыграем Если ставы поставим прямо здесь Какая, и какая песня Каре, чего? Я говорю, каре Ты что, вороны? Нет, вороны это ты Отстол, каре, понял? Ерунда Предлагаю рагви или пикет не дурак дома нема не будет платить родители сыграли сыграйте патенту и теорию большая любовь большие расходы средний средний маленькая маленький целях экономия родители женят нас на обезьянах недели был такой рассказ там черным по белому доказывается что без любви очень даже лучше как бы это объяснить романом поздно братцы он спек жалко товарища ушел в расцвете да слышал здрасте спасибо что пришли кать ну не надо ну чего ты подумаешь месяц раз два три и тридцать тебя нужно чтобы кто-то рукой помахал вам романа а он что-то в школу побежал водички там попить или еще чего роман ром к тебе мама пришла молочка принесла молочка принесла артист роман роман тебя зовут я скоро вернусь через месяц точно а вечером перед закрытием роман роман зовут данных ромочка я не могу я никогда не думал что не смогу ну иди иди почему не отправлять как мы вы же видите что я только из-за них это не вершин ребята автобус автобус посторонних я прошу удалиться с площадки до встречи татьяна николаевна всего доброго мама ну зачем ты пришла ну что-то ничего со мной не случится здрасте много времени будет все видела лет 20 назад такое было а теперь я смотрю и молчу хотите чаю это почему же вы молчите время другое мы стали гуманнее понятливее я вам все-таки налью чаю а я не стала и не стану ведь это не ваш сын и вам легко быть гуманной легко я лично за аскетизм за умышление плоти до созревания души а души в школе еще зеленые но надо принимать время таким какое оно есть я ничего не хочу принимать я приведу романа в другую школу если переводить то в ту школу где сильная физика и математика это надо ему самому и такая спецшкола есть в трех трамвайных остановках отсюда десять минут пешком а вы думаете это поможет вера васильевна дорогая этот перевод никакого отношения тому что мы с вами видели не имеет речь идет только о вашем сыне а его подготовки а его будущем вы меня поняли что здравствуйте не ладно поезжай с нами хоть на месяц поможешь мне с павликом управиться ну допустим тебе там понравится море фрукты моторка не понравится почему ну что лучше здесь одной болтаться без дела ну почему одной все же разъехались вернуться я не могу оставить себе здесь одну я не маленькая слишком взрослая с некоторых пор в общем ты должна поехать отдохнуть а как же практика ничего со школой договорилась ладно тогда только на три недели неделя уже прошла значит если бы я пришел завтра потерялись мы с тобой в большом городе я не терялась мне пора ехать я могу опоздать на поезд а может так будет правильно слушай но ты способна плюнуть на все и подождать меня я организую тебе бюллетени инвалидности все что хочешь ровно недели мы поедем вместе ну только при условии что ты не будешь лепить из меня нечто прекрасное а будешь покорной глупой самой обыкновенной бабой да слишком много условий значит ты отказываешься нет я просто сказала слишком много условий так ну и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Тогда я женюсь. Бог в помощь. Субтитры создавал DimaTorzok М-м-м. Отец, я видел сейчас Алену. Она рассказала мне потрясающую новость. Вы меня перевели в другую школу. Зачем? Что за ерунда? Ну, сначала здравствуй. Здравствуй. Рюкзак убери с дороги. Может, ты моешься? Нет. Тогда давай поговорим. Рома, мы думали о твоем будущем. Тебе нужна более солидная подготовка, если ты хочешь послешковный физтех. Кто хочет? Ну, ты. Разве ты передумал? Ах, значит, все-таки я. Значит, меня нужно было спросить, что я об этом думаю. А вы сами все решили. Без меня. Ну, какое имеет значение с тобой, без тебя, для тебя? Да. Не сказав ни слова. У нас же так никогда не было. Вот так случилось. Простиваться это. Твоё будущее все тебе. Моё будущее. Понимаешь? Ну, ты была... Моё. Мне решать. Мне нужности честное, наверное, моя качество. Ты пока для себя еще ничего не сделал. И долго еще не сделаешь. Все мы. Это не упрек. Придет и твое время. Надоело. Хватит мне читать мораль. О матери подумал. Знаешь ведь, что у нее больное сердце? Запрещенный прием, отец. При чем тут прием? Это жизнь. Уступи. Я тебя как мужчину прошу. Привет. Вернулась? Че так скоро? Так надо. К тебе тут парень приходил. Звонил до посинения, пока не прогнала. Ромка? Не представился. У тебя с ним что? Зоя, не надо, слышишь? Ничего не надо. Ни совета, ни пожелания. Ничего не надо. Кать, не сердись. Ну, ты же знаешь, что я дура. Не сердись. Рома, давай больше. Никогда не расставаться. Я не еще раз. Знаешь, я ведь буду теперь в другой школе. Так получилось. Почему? Он нет. Там спецшкола, понимаешь? Физика математическая. Ты же знаешь, что мы ее призвание математикам. Зачем тебе эта проклятая математика? Ромка, дурачок. Нас же нарочно хотят разделить. Как ты этого не понимаешь? Ну, тогда ведь это глупо. Нас ведь разделить нельзя. Зачем вы отдали документы лавочке? О, это прекрасно. А, я думала, чипа. Вот только начался, а нервы никуда. Все время до каких-то неприятностей. Двоех. У вас так бывает? Детских... Этих детей нельзя выключать. Вы посмотрите на девочку. Прекрасно, просто. А, что с ней? Да на ней же лица нет. Боже, какая потеря. Лица нет. Это у вас нет лица. У матери Лавочкина не было лица, когда она приходила. Они же дети. У них всегда лицо на месте, а корь свинка проходит. Мне неудобно вам говорить, что такое детское горе. Но... Горе? Голод, война, надеть нечего. Милая моя. Им, нынешним, терять лицо. С какой беды? И потом, много ли вы знаете случаев, когда эти школьные страсти вырастали во что-то путное? Да, но, может быть, это и есть тот самый редкий случай. Ну, тогда им ничего не страшно. Им страшно все, что их разлучает. А ты знаешь, кто теперь со мной в одной школе? Конечно, знаю. Алена математик. Это смешнее, чем Луида Фюнесс. Она тебе совсем не нравится? Алена? Нравится. Как все большое. Слон, например. Или Останкинская башня. А ты ей нравишься. Это я заметил. Ну и что? Она меня домой провожает. Идет рядом, как конвоир. Ну? Ну что ну? Я не умею разговаривать с неживой природой. Я иду и думаю о тебе. Она мне не мешает. Слушай, а попросись обратно в нашу школу. Кать, ну давай потерпим, а? Ведь помнишь, ты говорила, мы все можем вынести. А ты придешь ко мне в воскресенье? К тебе домой? Угу. Придешь? Конечно. Обязательно приходи. Алена ведь некрасивая, правда? Снимай с себя, все, простудишься. О, не б щас окаменеть. Вот была бы загадка для археологов. Бедненькие вы мои. Как он это сделал, просто... Почему он не скрыл такой цветок? По-моему, в них еще можно жить. Не спорь, снимай. Не спорь, снимай тебе говорят. Только не бей, только не бей. Здесь вы видите эволюцию человеческих штанов. От ползунков до наивысшей их формы штаны, джинсы. У меня есть пример, что что-то плохо будет случиться очень скоро. Я подоживаю, не знаю. Что это? Ну что я говорила? Сейчас я тебя разотру. А? Что это? Что это? Все, может выживешь. Не выживу. Окей. Я боюсь, не знаю почему, но... Вот так на всю жизнь. Хоть у меня и две макушки. Мама, я вас люблю. Что такое? Что с тобой? Ты пил? Всего один стакан. Зато с сиропом. Ну, кончай валять дурака. Я тебя ругать не буду. Ты только скажи мне, с кем и где. Мама, оставь. Меня растерли от простуды. Растерли? Кто? Катя, мам. Катя. Ты был у нее? У нее был день рождения? Сколько вас там было? Вы все-таки пили? Мам, я считаю, глупо и смешно скрывать от тебя это. Мы с Катей любим друг друга. Я хочу, чтобы вы с отцом об этом знали. Скорее всего, мама, я однолюб. Считаю, что я ничего не слышала. Ладнолюб? Что ты такая? Сейчас поищу через игру. Такихкать у тебя будет миллион. Перестань, мама. Ладнолюб. Это ты. Ты и все виноват. Твои прыжки, твои костюмы. Рома. Здравствуй, сынок. А, я понял. Я понял. Кради издельку. Оставь его в покое. Ну, влюбился. Ну, почему такая паника? А ты что, не знаешь современную молодежь, да? Молодежь во все времена одинаковая. Рома? Ты что делаешь? Решаю математику. Ты видишь? Ну, по-моему, я думаю, что мы все имели первую любовь, мне кажется. А кто она? Она? Ну, представляешь, мам. Она уже этой самой, Костиной. Понимаю. Какая Костина? Такой фамилии не помню. Ну, что ты, мам? Какая фамилия? Ну, помнишь, это Костин безумие увлечения? Ну, та самая, что когда-то отвергла его любовь. Люся? Ну, да. Ну, ничего страшного. Позови она его сейчас. Он не задумается. Ведь девчонка не лучше матери. Да я такая. Сколько лет... Было... Вам было, когда вы влюбились в первый раз? Нужно иметь волю. Характер. Рейки поворачиваются пять. Напишите, если вы до сих пор здесь. Какая там любовь в семнадцать лет? Это нормально, кажется. Кто, кстати, дал телеграмму? Да какая разница? По телефону. Нет, я уволюсь. По телефону врач не заверяет. Что делать, конечно? Увольняйся. И мы будем жить на твоей больничной? Да? Ха-ха. Ну, что ты молчишь? Отец прав. Давно надо было бабушку забрать к нам. Че? Может, сейчас привезти? Да ты что? Да ни один врач не позволит в это время трогать тяжело больного. Надо ехать. Надо увольняться. Конечно, надо, но такой работы у тебя больше никогда не будет. Да горя на это работа. А сколько времени на это понадобится? Неделя, месяц, два? Как ты можешь считать? Я должен считать? Пока вы что-нибудь решите, я бы мог поехать. Ты? Че? А школа? Ну, что делать? Поучусь немного там. Это невозможно. Возможно? Сознательно бросаюсь на амбразуру. Окей, достигнули, мне кажется. Все не так. Все не так. А почему не поехала твоя мама? Она из-за меня долго не работала, из-за моих болезней. Потом еле устроилась по специальности. А что, твоей бабушке совсем-совсем плохо? Прединсультное состояние. Это как прединфарктное. А что хуже? Да оба хороши. Кать, ты все-таки потихонечку учись. Зачем, Рум? Зачем? Ну, хоть ради меня. Ради тебя я живу. А ты говоришь, учись. У нее возникла... Ваши некий инсульт не может быть, да? Кать, ты только не страдай. Ладно? Я просто не понимаю, почему мы должны мучиться. Ну, какой в этом смысл? Все влюбленные во все времена мучились. Такая уж у Господа Бога традиция. Рома, давай умрем вместе. Согласен. Только через сто лет. А я согласна и через пятьдесят. Ну, мало, старушка, мало. У меня вон еще сколько не сделанного. Ну и пусть. У меня все время как сейчас могла слышать твой голос. Так это же элементарно. Хочешь, я наговорю тебе целую пленку? Ну, говори. Не важно, что. Хоть таблица умножения. Таблица умножения. Таблица умножения. Я вас слушаю. Здесь такой не проживает. Я вам уже не первый раз отвечаю, деточка. Больше не звоните. Нет, вы не ошиблись. Это наш номер. Зачем или кто звонил ей? Не мне. Ромашка. Пришел, наконец. Пришел. Привет, бабуль. Ну, как ты? Ну, милый мой, как я могу быть? Врач был, все тоже. А из Москвы не звонили? Ну, ведь мама звонила вчера, обещала приехать к тебе на смену. И больше никто? Никто. И писем не было? Нет. Она уже не помнит, как тебя зовут. Поверь, мне забыло напрочь. Вообще все эти ваши любови. Химера. Химера. Дым. Блаши только, бабуля. Ну, как ты так можешь говорить? Катька, слушай мою таблицу умножения. Трижды три будет девять, трижды шесть восемнадцать. И это потрясающе, потому что после восемнадцати мы с тобой поженимся. Хм. Как насчет венчального наряда? Предлагаю. Сеяненькие шорты, маечку без рукавов и босоножки красненькие. И это мое последнее слово, как дважды два четыре. Не вздумай остаться на второй год, а то придется брать тебя замуж без среднего образования. А мне, академику, это непрестижно. Я люблю тебя, моя монголка, моя слепуха. Я тебя целую, кроха моя. Как хорошо, что ты маленькая. Как жаль, что ты маленькая. Не переживай, я скоро вернусь. Твой роман. Я же пишу, все время пишу. А у меня в каждом письме спрашивают, почему не отвечаю. Что с тобой, Ромка? Ну и почему этот фильм называется Ром и не снилось? Если они оба влюбились в себе. Если ты скажешь, что ты без меня не можешь, то я приеду сейчас же и навсегда. Я без тебя могу. Не правда. Господи, это правда. Тогда почему ты плачешь? Я не плачу. Нет, плачешь. Я же чувствую. Ты откуда звонишь? Это не имеет значения. Ты один? Она стережет чемоданы, но это не важно. Но скажи, что я дурак, что я сделал глупость. Но скажи, что я тебе нужен. Скажи, что ты примешь меня любого. Почему ты молчишь? А где она стережет чемоданы? Ну, на аэрвокзале. Ну, какое это имеет значение? Счастливого пути. Счастливого пути. Какаяoreнка, салитанная решка. Салитанная решка. Салитанная решка. Амм. Вони. Хм. Еще раз. Хорошо. Все новенькие, как любите. Моя слабость. А кто их не любит, деньги? Ты же знаешь, я человек не меркантильный. Сколько лет? Знакомая, подружка моя. А что в постели лежали? Не видела. Я на 10 лет моложе, а вот все болею, ноги как у слона. Я тебе с молодой говорила, не жри много. Ты посмотри, ты посмотри у меня. Не драмушки лишнего. Твоей болячке известно откуда. А то его замужа 16 лет. Ну чего вспоминать сейчас? Внуковша двое. А ваш, вижу, все за войском бегает. Видать, хороший парень. Вот письмо ему опять. Частенько пишет. Если б ты знала, от какой беды мы его спасаем. А что за девушка у него? Такая же дурочка, как ты была в 16 лет. Ой. Хорошо, что Ромушка у меня. И поболеть можно. Я бы тоже так поболела. Тепло, удобно. А что врачи говорят? Лилина лежать, не шагу с постели. Я пошла. Лиза, возьми пальтишко Ромушкино для внука своего. Я давно приготовила. Неудобно как-то. Свои люди, ты нам больше помогаешь. Вот встану займемся генеральной. Что говорить, всегда готова помочь. Яблочко взяла бы для мальчонков. Есть у нас. Спасибо. Я все понимаю, но школу надо кончить. Да я кончу, никуда не денусь. Тебе трудно это сейчас представить, но... Жизнь это не только любовь. Только любовь, если хочешь знать, это даже бедность. Ромка дурак. Он отрастил себе такое чувство долга, что его уже и носить нельзя. Я ему пишу об этом в каждом письме. Девочка моя, когда у тебя будет муж, ты поймешь, как это надежно и спокойно иметь человека с чувством долга. Чепуха. Почему? Я думала над этим. Долгом человека только вяжут. Но ведь должно быть что-то побуждающее человека. Ухаживать за больными, кормить стариков, беречь детей. Только любовь вправе побуждать. А если бы у тебя была несчастливая любовь, каким бы тебе тогда показался мир, а я бы просто не жила. Мне в жизни часто бывало плохо, но чтоб не жить, я никогда не думала об этом. Разрешите? Да. А ты представь, что у меня в жизни ничего нет ни вас, ни мамы, ни школы, ни долга. А я всем этим, Катя, повязана, и все это меня держит. Кстати, очень надежно. Но это же не может быть у всех одинаковым. Конечно, не может, конечно. Но все-таки любовь меньше всей жизни. Поверь мне, девочка, на слово. Да? Как вы живете без любви? Мам, мама, я тут. Я готовлю чай. Ты как всегда. Не званый гость? Нет. Я так тебе рада. А где девочки? Я видела вас из окна. Да? Пошла домой. Надеюсь, что домой. Трудный случай? Мам. Ай. А ты помнишь мальчика, который катал мне на велосипеде в десятом классе? Коля? Рыженький. Ага. А, сейчас я помню. Ты всем повторяла, Рыженький — это фамилия. Рыженький — это фамилия. А ты помнишь, как ты злилась? Я? Злилась? У человека должна быть высокая цель — крутить целый день педали безнравственно. А мы были влюблены. Вот с этой девочкой та же история. Им тоже кричат безнравственно. Мамка. Ага. Ага. С Suez на велосипеде. Он тихо целовал меня в затылок, думая, что ничего не замечаю. А мне хотелось умереть. Такое это было счастье. Надо было замуж выходить в семнадцать лет. Ну и выходила она. Ты же кричала, что это за фамилия. Рыженький. Разве можно стать Рыженькой? А как у тебя с Мишей? С Мишей все ушло в слова. Выяснение сути. Сути чего? Когда тебя за 30, кто тебя посадит на велосипед? Мама. Он женится на своей лаборантке. Кажется. Я тебя целую, кроха моя. Как хорошо, что ты маленькая. Как жаль, что ты маленькая. Переживай. Я скоро вернусь. Твой роман. Девочка ты моя девочка. Несчастная ты моя счастливая. Чем же мне тебе помочь? Ты прости меня, мама. Я тебе не верила. Думала, что ты занимаешься только собой, и тебе нет до меня дела. Я не думала, что в себе это так серьезно. Почему вы взрослые все заранее про нас знаете и не верите? Успокойся. Ну, хочешь, я схожу к ним домой. Домой? Нет. Я сама поеду в Ленинград. Ты дашь мне денег? Она хочет видеть его, и что ли? Ребята, звонок не для вас? А, как странно, о чем... Татьяна Николаевна, только не могу. Мы свободные люди или нет? Да, а что? Да так, ничего. Да просто кругом вранье. И все это во имя спасения. К цирке. Какое вранье, в чем дело? Роман услали в Питер. Катя ушла в неизвестном направлении. А я вернулась. Имею право. Садитесь, пожалуйста, раздевайтесь. Здравствуйте. Мы в театр собрались. Холостенки. Я ничего не знала. У бабушки инсульты вы Ромы отправили в Ленинград. Сейчас вам скажу всю правду. Мы разыграли Ромочку. Чтобы спасти его. Пришлось придумать этот инсульт. Ну, что было делать? Он же вам этого никогда не простит. Такого не прощают. Ну, что вы. Он еще спасибо скажет. Это же для него. И таких Катя не убудет. А это, извините, если она пошла в маму, то можете спросить у него мужа, что это значит. Должны сделать так, чтобы бабушка выздоровела, и Рома вернулся. Нет, это невозможно. Я все-таки мать. И знаю, что нужно делать. Извините. До свидания. До свидания. Твоих надо было рожать и воспитывать по-своему. Если такая умная. Что с тобой, Костя? Ты что придумал, а? Тебя убить мало за это. Ну, убей, убей, ты уже начал. Начал. Ничего еще не начал. Окей. Не понял. Я хочу поговорить с тобой. Я пришел сказать... Она едет в Ленинград. Так. И вы ничего тут не сделаете. Ничего. Постой. Ты думаешь, я против? Я же как раз шел и думал, хорошо бы девочке поехать. Ну, конечно, чего уж тут. Косьми, что ли, ложиться на их пути. Это я не тебе, это ей, ему. Извини, у нас мало времени. Спасибо, конечно, но... И все-таки, я как подумаю, что из всех мальчиков она выбрала именно твоего сына. Ничего не понимаю в этой жизни. Я передал это ему по наследству. Катя улетела в Ленинград. Здравствуйте. Она уже в небе. Я очень рада. А бабушка не больна. Они придумали больницу. Они что, звери? Похоже. Они просто родители. Обыкновенные родители. Слишком любящие свое чадо. Катю вызывает Ленинград на переговоры сегодня вечером. Не могу больше. Я устала и сдергалась. Они поговорят при встрече. Может быть, я схожу на всякий случай. Возьмите. И передайте привет от нас, мальчишки. Хорошо. Извините нас. Катя уехала в Ленинград. Ее мама проводила. Значит, все в порядке. Все хорошо. Хэппи-энд. Саша, пойдем в кино. А по пути на почту зайдем. Третий раз отвечаю о себе. Учусь плохо. Мне ставят тройки из жалости. О, да. Это все. Да. Все веет. Вам и не снилось горе. Его нравило меня глазами. Это солнце резкое семейство. Танечка говорит, что жизнь больше любви. А глаза у самой тоскливой, как у больной собаки. Мне снилось, что между Москвой и Ленинградом лопнула кора земли. Верунья, доченька моя. У нас все как по нотам. Я не курю, ты пока. Сейчас он в школе. И я курю в форточку. А потом он придет. Я буду лежать и умирать. Между прочим, во мне погибла великая актриса. Бабушка. Ты не актриса. Ты. 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 Угу. Понеда, Габриэль. Печально. Пойми, это вынужденный обман. Открой. Открой и поговорим. Ты меня слышишь? Я тебе все объясню популярно. На пальцах. На пальцах. Кто тебе сказал, что это любовь? Ты помнишь в садике? Ты был влюблен в Лидочку. Нам надо было вас женить? Я тебя не вижу. Ну что ты прячешься? Я взломаю дверь. А, что ты был влюблен, окей, 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 это все я понял. Они просто, они просто пытались, типа, запрещать их любовь, мне кажется. Это несправедливо. Это несправедливо. Катя. Срочный роман в Франции Кьюи. Катя! Не пущу. Никуда я тебя не пущу. Это порочная семья и порочная девчонка. Мы пояжем тебя веревками, цепями, но мы спасем тебя, дурака-то с девки. Катя! Катя. а он не умеет хорошо благодаря снегу они просто живы а это конец не может быть не поцелуялись ничего сделали какая-то песня вообще спасибо огромное собачьи время собачьи пирску вообще я просто любил это этот роман этот фильм в принципе я думаю что это предназначено для взрослых либо для детских но в целом как никогда никогда видел такие виды фильмов в принципе любил начале до конца наверное несколько слов несколько фраз существа фильма совсем не понял но это значит что что не не смог чувствовать немножко как у вас спасибо огромное потому что вы порекомендовали мне этот фильм и в принципе я просто не шалею потому что это было очень грандиозный очень очень прекрасный оригинальный фильм который здесь мексики подобных фильмов нету вообще но я вернусь очень скоро спасибо огромное сообщил и просто напиши пожалуйста что ты хочешь меня что вы прочитать посмотреть прослушать послушать и вообще всем пока пока хорошего дня и берегите себя назовемос